Университет, который осуществляет подготовку специалистов по естественным наукам, он просто обязан иметь подобные научно-образовательные подразделения. Это кадры из старого фильма. Его снимали сами сотрудники УГУ. Сад показать и себя похвалить. Ведь было за что. Ботанический сад в Оренбурге пытались разбить много раз, но смогли лишь однажды, в 2004-м. С тех пор в университетском дендрарии собрали 4000 уникальных растений. Как только у нас событие случится, что зацветет вот эта аллея, то мы сделаем видеоотчет и представим им в университет Хиросимы. Это действительно здорово. Теперь все деревья и кустарники выкорчевывают лопатами, работают студенты разных факультетов. Главная задача – успеть до 13 июня. Это требование ректората. И такой видеоотчет уж вряд ли захотят пересылать коллегам. В чем проблема? Мне нравятся деревья. Я хочу поснимать деревья. Какие проблемы? Поснимайте деревья. Вопросов нет. Есть у нас зауральная роща, там еще красивые деревья. Есть общественный парк, тоже красивые деревья, но частные территории. Ботанический сад – это собственность населения нашего города. Понимаете как? Это культурная собственность горожан. Это, я же говорю, это общественная собственность. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор негодует. Ведь ботанический сад, по сути, полигон, где ученые ищут деревья, способные улучшить экологию наших городов. Александра Колтунова говорит, переселение сада возмущает всех специалистов вне зависимости от места работы. В нашем распоряжении оказалась служебная записка директора ботанического сада ректора ОГУ. В ней черным по белому написано, перевести деревья сейчас невозможно. Проведенные консультации с привлечением независимых специалистов свидетельствуют в пользу проведения подобного мероприятия в течение двух-трех лет. Эксперты объясняют, пересаживать деревья, если не можно, то осенью и зимой. Устраивать большое флористическое переселение сейчас – значит повредить корни и убить деревья. Да их можно было просто спилить и выбросить на свалку, потому что это одно и то же. То есть трата денег, в принципе, максимум 2% приживется. Извините меня, нельзя сейчас пересаживать крупномер. Ни в одной рекомендации никто из специалистов этого не допустит. Но ректорат ОГУ предупреждений не услышал. Смотреть на это директора ботанического сада не стала и уволилась. Ведь уже ясно – остановить процесс вряд ли кто сумеет. Понимаете как? Надо научиться ценить то, что мы имеем и то, что создано. Уничтожать проще, разрушать проще. Вот сейчас почему-то правят бал разрушители и почему-то созидатели уничтожают. Нельзя так относиться к ценностям, которые имеют общечеловеческое значение. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.